За последние годы написано немало рекомендаций по развитию ребенка, в сущности гораздо больше, чем способен прочитать любой из родителей. Как не запутаться в таком многообразии? Библиотека номер 18 Северного округа подготовила обзор книг одной из самых известных в России детских психологов Юлии Борисовны Гиппенрейтер. Профессор Московского государственного университета, талантливый ученый и педагог умеет просто и доступно рассказать о вечных вопросах психологии. Как построить нормальные отношения с ребенком? Как заставить его слушаться? Можно ли поправить отношения, если они совсем зашли в тупик? Ответы на эти и другие вопросы, а главное, как их решить на практике, вы найдете в книге «Общаться с ребенком. Как?». В ней говорится о стиле общения с ребенком для развития его личности. Общение также необходимо малышу, как пища. Плохая пища отравляет организм. Неправильное общение отравляет психику ребенка, ставит под удар его психическое здоровье, а впоследствии и его судьбу. Проблемные, трудные, невозможные дети, а также дети с комплексами, забитые и несчастные – это всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье. Большинство тех родителей, которые обращаются за психологической помощью по поводу трудных детей, сами в детстве страдали от конфликтов с собственными родителями. Стиль родительского взаимодействия непроизвольно записывается в психике ребенка. Автор пришел к выводу, родителей надо не только просвещать, но и обучать способом правильного общения с детьми. Поэтому книга написана в форме уроков и включает упражнения, вопросы и примеры. Каждый урок задержит небольшой, но важный материал. Например, в четвертом уроке, тема которого «А если не хочет?», говорится о том, что некоторые родители соглашаются платить ребенку деньгами, вещами, удовольствиями, если он будет делать то, что от него хотят. Так ли уж хорош этот путь? К чему он может привести? Необходимо не просто читать текст, а делать задания к урокам. Постепенно вы станете обнаруживать чудесные перемены в вашей ситуации с ребенком, даже если вначале она казалась безнадежной. Также в книге вы найдете письма родителей, которые иллюстрируют темы практических занятий. У книги «Общаться с ребенком как?» есть продолжение. Продолжаем общаться с ребенком. Так? Содержание этого труда Юлия Борисовна условно разделила на четыре темы. Знание и понимание ребенка. Пути и способы воспитания. Правильное общение. Гармоничное отношение между взрослыми. Мы раскроем только один важный момент, с которым рано или поздно сталкивается любой родитель. Можно ли наказывать ребенка? А если можно, то как? Автор дает свои рекомендации. Нельзя пропускать или надолго откладывать наказание. Оно должно следовать сразу за нарушением правила, за грубым или невежливым поведением. При этом не имеет значения возраст ребенка. Чем раньше в своей жизни он встретится с безусловностью правил, тем лучше. Нельзя делать наказание чрезмерным. Оно сигнал о важности правила, а не акт возмездия. Поэтому классические стояние в углу или сидение в дедушкином кресле вполне подходят. Нельзя наказанием унижать ребенка. Это значит, что наказание не должно сопровождаться грубым тоном, недоброжелательной критикой или обзыванием. Совершенно недопустимы физические наказания. Они не только унижают, но и ожесточают ребенка. Они ничего не прививают, а напротив разрушают отношения с ребенком и тормозят развитие его личности. Что делать, чтобы дети хотели учиться, умели дружить и росли самостоятельными? Юлия Борисовна рассказывает в следующей своей книге «Родителям. Книга вопросов и ответов». В ней собраны ответы на вопросы родителей, заданные на разных встречах, в детских садах и школах, на презентациях книг, в свободном эфире на радиостанции «Детское радио» и в беседах с журналистами. И в каждом вопросе проступают специфические условия жизни семьи, черты характера родителей, возраст ребенка и другие. Все вопросы собраны в три основные части. «Эмоции ребенка», «Занятия, интересы, развитие», «Семья, общение, воспитание». В первом разделе «Эмоции» автор рассказывает, как помочь ребенку справиться с ревностью по отношению к младшим детям, как преодолеть страхи, как вести себя, если в семье случилось горе, как научить ребенка проигрывать. По второй части «Занятия, интересы» профессор затрагивает вопросы развития детей. Можно ли малыша загружать по полной программе? Как привить ребенку увлечения? Надо ли заставлять учиться? Нужно ли вместе делать уроки? Из третьей части можно узнать, как помочь ребенку пережить развод родителей. Чем бывают опасны бабуши? Подробнее остановимся на проблеме взаимодействия детей друг с другом. Автор уверен, что вмешиваться надо только в крайнем случае. У англичан есть такая традиция. Вообще не входить в детскую комнату, что бы там ни творилось. Они дают возможность детям выживать самим. А перед входом на детские площадки у них висят объявления. Просьба родителям не входить. Там куча детей лазают, прыгают, качаются. Если один у другого отбирает игрушки, никто не вмешивается. Дети учатся разбираться сами. Обычно вмешательство взрослого ни к чему хорошему не приводит. В то же время ребенку важно чувствовать защиту. И эта защита может выражаться в беседе через напоминание о его собственных силах, а не через угрозу другому малышу. Если ребенок приходит и говорит, что его собираются избить, конечно, нужно вмешиваться. Но если просто лопаточку отняли, пусть справляется сам. Также вы узнаете, надо ли учить давать задачи, как справляться с истериками и многое другое. Христоматия родителям, как быть ребенком, составлена из живых историй, воспоминаний людей о своем детстве. Эти воспоминания дают возможность побывать в коже ребенка, услышать его внутренний голос, увидеть мир его глазами, узнать о его проблемах и радостях. Глаза ребенка – это особое видение мира. Мама даже не подозревает, что, рассматривая суп в тарелке, малыш видит подводный мир с водорослями и затонувшими кораблями. А проделывая ложкой бороздки в каше, представляет, что это ущелье среди гор. Интересно, не правда ли? Читатели привыкли, что Юлия Борисовна Гиппенрейтер пишет книги для родителей. Но ведь и каждый взрослый имеет свой характер. И чтобы хорошо воспитывать своего ребенка, он должен прежде всего разобраться в себе. Именно поэтому появилась психологическая книга для взрослых. У нас разные характеры. Как быть? Каких только типов характера не бывает. Прочитав это издание, вы поймете, какой характер у вас. Существует ли идеальная совместимость и как подобрать партнера? Как строить отношения и разрешать конфликты? Что такое трудный характер и можно ли его изменить? А по-новому взглянуть на других и лучше узнать себя помогут примеры из жизни и практические рекомендации. Кому из нас незнакомы волшебные фразы? Все рассосется, перебесится, само пройдет. Они дарят безмятежность многим родителям, но представляются самыми опасными в семейной педагогике. То, что случилось, всегда будет иметь продолжение. Но каким будет это продолжение, зависит от вас. Поэтому мы предлагаем также познакомиться с книгами других авторов по детской психологии. Субтитры создавал DimaTorzok